Война формирует особый тип личности, особый тип психологии, участника боевых действий. Вы считаете, что человек, который был на войне, он более предрасположен к духовному развитию? Вообще физически на войне? Да. Может быть наоборот, он уже понимает, что это такое, и он этого очень не желает. Не так, как какой-то там новичок, мальчишка, который хочет все попробовать. То есть, может, с этой стороны. Или еще с другой стороны, дам другой ракурс, что на войне всегда есть дух единства, и люди потом вспоминают эти состояния. Это побочный продукт, можно сказать. Так он необходим для того, чтобы одержать победу. Так если мы говорим, что природа нас двигает к сближению, к объединению? А если? Это совсем другое дело. Есть причина, есть следствие. Если причина в том, что я иду на войну, в том, чтобы я объединился с остальными и создал определенное общее такое состояние, содружество и так далее, то это другая война. Это война против себя, против того эгоизма, который в нас, который не дает нам возможности объединиться. А если мы идем кого-то убивать или покорять, то тогда наше объединение, оно эгоистическое. Оно для того, чтобы поразить кого-то. Это совсем другая цель. Просто со стороны природы относительно человечества, что вот эти все войны, с одной стороны, они выявляют больший конфликт между людьми, поэтому ненависть проявляется еще долгое время после войны, люди сотни лет друг друга потом ненавидят. И это как бы получается против той направленности природы, которая нас интегрирует. Да, но зато она обостряет, она выделяет, она раскрывает все эти причины, которые есть между народами, и есть что исправить. Ну да, вы говорили, что в принципе это написано во всех первоисточниках, что эта ненависть, она заложена еще в самом творении. В Адама Решон как-то написано. И поэтому, когда она уже проявляется, это уже хорошо. Это уже пол шага вперед. То есть только людям надо понять, для чего это, и как это исправить.